Ставим голос. Подкаст о постановке голоса и работе у микрофона. Прежде чем разбирать, как звучит голос Нагиева сейчас, давайте послушаем, как он звучал, когда ему было 27-28 лет. Это времена радио Модерн, где-то 95-96 год. Это поможет нам проследить эволюцию голоса. 17 часов 20 минут. Я напоминаю ваши приемники, надеюсь, по-прежнему настроены на волну первого петербургского независимого радиоузла. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Хочу передать горячий, круглый, твердый привет своим, привет с тремя дырочками своим друзьям. Тогда у него в голосе было меньше сипа, чем сейчас. Сипа-то, когда через связки проходит много воздуха, они неплотно смыкаются, и голос начинает звучать тускло, из него пропадает яркость. Также слышно, что он искусственно занижает голос. Это слышно на окончаниях. Они такие неестественные, и он как бы пытается сделать голос ниже, чем он есть на самом деле. Акценты не такие точные, как сейчас. Видимо, он только ищет свою манеру говорить. Но уже наметилась манера говорить с паузами, ровно и без больших перепадов по тону. Кстати, к перепадам мы еще вернемся. Знаете, есть такое понятие, выброшенное из жизни. Вроде живет, но его уже нет. Мы выбрасываем еще один час, приближая тем самым себя и к праздникам, и к поражениям. Спасибо тем, кто этот час провел со мной. Я Дмитрий Нагиев, а ты не оставляй меня одного. После армии Дмитрий поступил в Институт театра музыки и кинематографии, и педагогом по речи у него была Евгения Ивановна Кириллова. Я спросил ее, что она думает о том, как изменился его голос с тех времен, и вот что она рассказала. Если говорить о голосе Димы в молодости сейчас, голос отражает все, чем человек живет. Он сгустился тембрально, у него голос. Появился другой темп говорения. Потому что в молодости очень много быстро говорится что-то там такое, не успевает продуматься, не успевает, а уже выскакивает из человека. А сейчас у него само по себе думание возникает, и это думание рождает совершенно другой темп, гораздо более густой тембр. Раз сменился темп, то гласные немножечко удлинились. Если человек занимается говорением, хочешь не хочешь, он начинает понимать возможности гласных и согласных звуков. Он, может быть, не формулирует это для себя. Он просто умеет этим владеть. Формулировать — это не его дело. Формулировать — это дело тех, кто слушает. А он интуитивно направляет свою речь к тому, чтобы захватить аудиторию, заставить себя слушать, и чтобы слушающие не пропустили ни его острот, ни его умение общаться с этой аудиторией, ни самой темы, которая возникает по какому-то поводу. Что сейчас? Как сейчас звучит голос Нагиева? Какие в нем есть плюсы и минусы? Хорошо озвучена спина и грудь. Это слышно по объему голоса, и в голосе слышна основа. Руководитель этого фонда бегает, корпит. Вот где надо, мы идем вместе. Вот и все. Ну, я опять-таки говорю, что я... Вы об этом не читали, потому что я не считаю это нужным делать. Я это делаю потихоньку, и все. Звук сконцентрирован преимущественно в груди, поэтому он такой низкий и бархатный. Голова звучит меньше. Возможно, поэтому голос тускловатый, потому что голова как раз дает такие высокие и средние частоты. В голосе появляется яркость и звон. Мелодия речи плавная и неспешная, и паузы создают такой ритм. Мир искусства — в принципе мир иллюзий, поэтому мне это очень нравится. Я стараюсь не разрывать границу между собой, зрителем, не потому что я высокомерный, а потому что я помогаю зрителю сохранять вот это ощущение иллюзии. Эта плавность, кстати, хорошо слышна, если сравнивать с Ургантом. Там темп речи подвижнее, торопливее, меньше пауз, и возникает совсем другой характер. В 17 лет мне было страшновато. Я ехать по Москве не хотел. Зачем? Я хотел поступить на Маховую в наш театральный институт. Вообще как-то я говорю, ну зачем, зачем, куда я не поеду? Ну тогда же были эти поезда, не было от Сапсана, не было, все было долго, все было как-то страшно, Москва была далекой, и никого не было. А потом как-то все, ну само собой. С годами появился СИП, голос стал более глухим. Ну его голос никогда не был особо звонким, но сейчас высоких и средних частот стало гораздо меньше. А так, главное начать с себя. Я это говорю не вам, в первую очередь, с себе. Я уже стал добрее. Я почти перестал завидовать. Я желаю, чтобы у нас перестали голодать старики, чтобы вокруг стало чисто, а наверху мудро и светло. Я вас люблю. С Новым годом. Особенно сипение проявляется, когда Дмитрий кричит. Ну, например, так, как он это делает на шоу «Голос». Возвращается главный вокальный проект страны. Голос! Давайте пройдемся по Ницце или по самому отдаленному уголку Франции или Италии, или Греции. И пройдемся по минеральным водам, где люди вынуждены громоздить вот это убожество, чтобы сдавать это летом, к сожалению. Голос звучит ровно, местами даже медитативно, без высоких перепадов. Чтобы было понятно, о каких перепадах я говорю, вот пример голоса Дудя, где он от низких нот переходит к высоким быстро и резко. Андрей Ванденко – это человек, который работал в самых разных местах. Последняя история, которую он делает, это в ТАСе. Он долгое время работал в журнале «Итоги», который более-менее никто уже целые 10 лет не читал. У Нагиева нет таких перепадов, и речь звучит ровнее и спокойнее. Это все мои мысли по поводу голоса Дмитрия Нагиева. Если у вас есть кандидатуры для следующего разбора, пишите их в комментариях. Если решите заниматься постановкой голоса, берите электронный учебник. Ссылку я оставил в описании. С вами был Илья Демьянов. Пока. Ну вот и все. Подписывайтесь на «Ставим голос» в Телеграме, Ютьюбе, Инстаграме и ВКонтакте. Ставьте оценки и лайки. Пишите свои вопросы в комментариях. С вами был Илья Демьянов. Субтитры создавал DimaTorzok